Сердечно приветствую! Кто? Представляй! Владимир Платонов пишет нам. Мой вопрос связан с культурой двойных пищиков. У вас представлен прекрасный инструмент южно-русской традиции. А вы можете выполнить реконструкцию пищика северо-западной традиции? На Смоленщине этот инструмент назывался парня и имел 10 игровых отверстий. На каждом игровом стволе по 5. Игра одновременно закрывая пальцами сразу два звуковых отверстия. Я уверен, вы сделаете прекрасный инструмент. Пусть вновь зазвучит парня. Дорогой Владимир, конечно, да, я бы занялся этим. Я думаю, да, с твоей помощью. Это можно, это возможно, это мне интересно. Мы можем этим позаниматься. Пиши, будем думать, что можно сделать. Это раз. Мы сделали с осетинами стили, тоже родственник двойного пищика. А насчет двойного пищика, который делаем мы, ты сказал, что это реконструкция. Это не совсем так. То есть этот инструмент, это скорее уже какая-то пост-реконструкция. Он не с местами, особенно в своем строю, он не совсем соответствует этнографическим своим аналогам. Допустим, у него все построено, выстроен строй по чистым интервалам, чего в этнографии не наблюдалось. То есть там отверстия, допустим, делались очень часто просто под пальцы играющего. А потом уже какие из этого получались, какой строй интервал, это уже был вопрос второй, оно как-то получалось часто и само собой. То есть это не реконструкция, это, скажем, уже современное прочтение этого инструмента. Это будет точнее сказать, современное прочтение именно нашей мастерской. Да, в общем, пиши, будем пробовать и парню, да? Парня. Будем пробовать реконструировать парню. Следующий вопрос. Дмитрий Федоров прислал. Зачитаю таки. Столкнулся с творчеством Антона еще в далеком 1998 году. В нашей маленькой метал-фантусовке появился некий парень. С проживающим ребенком. Дело было на территории детсада в третьем микрорайоне города Н. До сих пор в памяти ваша игра на гитаре. Вопрос. Это ваш первый освоенный инструмент? Гитара. Я смутно припоминаю мой визит в этот метал-фан-сообщество. Или даже их было два, возможно. Да, я смутно это припоминаю. Единственное, что, по-моему, это может был не 1998, а несколько пораньше. Хотя я могу ошибаться. Потому что в 1998 году я уже преимущественно жил в Майкопе. Гитара. Нет, гитара был мой не первый инструмент, но, возможно, гитара стала тем инструментом, с которым я почувствовал уже какую-то, не знаю, какую-то свободу в музыке и самостоятельность. Первым моим музыкальным инструментом была детская флейта образца середины 80-х годов. Это все я помню. Возможно, были более ранние инструменты. Это я точно помню, когда мне попала в очень глубоком детском возрасте эта флейта. Я просто ходил, иду делал, и во дворе это происходило, и меня никто не мог загнать домой, потому что я сочинял, я просто сочинял мелодии. И это было, я это помню очень ярко и хорошо. Возможно, у меня были более ранние столкновения с музыкальными инструментами, которых я не помню. Следующее, что я помню, это был аккордеон, которым я проучился в музыкальной школе год или два. И уже через несколько лет, это было все в Грузии, вот этот аккордеон, а через несколько лет, когда я уже попал в Новороссийск, ко мне в руки попала гитара, и один человек, я не помню его, я забыл его имя, Володя его звали, он был здесь на заработках из Дальнего Востока, он страшно меня вдохновил своим пением под гитару, он пел как репертуар аквариума, так и что-то дворовое, блатное, то есть это был очень густой букет начала 90-х годов, и он меня сильно вдохновил, и буквально за месяц я самостоятельно свой, может он даже показал мне первые аккорды, я не помню, но обычно это так происходит, вот, и за месяц я просто ничего не делал, я только мучил гитару, и у меня что-то, даже может не за месяц, может за пару недель уже стал петь первые песни, гитара не первый инструмент, но очень важный, конечно, в моей жизни, но надо сказать, что сейчас этого инструмента практически в моей жизни нет, с 8-го года из струнощепковых я предпочитаю ирландские бузуки и грузинские пандури, вот, а гитара из моей жизни уже 10 лет как ушла. Прекрасный экскурс в прошлое, а мы продолжим. Эвелэнд Кафе пишет нам, привет, мастерской, я Максим, очень рад быть с вами, вопрос такой, создаете ли вы на заказ инструменты Китая и Японии, традиционные, просто лично мне проблематично бывает найти, например, Кото, Эрху или Сами-сем, состою, не уверена, что я произношу правильно, состою у вас совсем недавно и буду рад приобрести также духовые инструменты. Сразу скажу, что нет, инструментами Дальнего Востока, Китая, Японии, я не занимаюсь, мне эти регионы постольку, поскольку интересны, но, вероятно, не так интересны, допустим, как Кавказ, там, Восточная Европа, там, и вообще Европа, и там, Ближний Восток, Балканы, вот, эти регионы мне гораздо интереснее, так как я прежде всего делаю инструменты для своих нужд, как музыканта, то, а китайскую, японскую музыку я не играю, вот, я ее иногда слушаю, это интересно, но до игры не доходит, и, соответственно, если я ее не играю, соответственно, я и не делаю музыкальные инструменты, вот, таков ответ. Хотя, хотя, я сталкиваюсь, допустим, с китайскими инструментами, во всем их многообразии, общаясь с Брониславом Брониславовичем Виногродским, у которого огромная коллекция музыкальных инструментов, многие из них китайские, и мне это все, как бы, очень интересно. Лучшего китайского качества, прошу сказать. Мне это все очень интересно, но, возможно, допустим, мне настолько интересно, как, например, двойные пищики, и то, что я собираюсь разрабатывать. То есть, есть вероятность, что когда-нибудь я буду, я ремонтировал китайские инструменты, это случалось, но делать новые китайские, японские инструменты в обозримом будущем пока не собираюсь. Но не исключаю, что все может в жизни произойти, и может и будет. А мы предложим Максиму попробовать себя, вероятно, в другом, каком-нибудь духовом инструменте, который можно просто приобрести и начать, и, вероятно, тем самым вообще открыть себе дорогу в другой мир. Не менее прекрасный, чем Дальний Восток. Продолжим. Наши подписчики и участники нашего конкурса продолжают поражать глубиной познания. Следующий вопрос Егор Наумов. Очень торжественный. Какая толщина стенки орунда-донокса оптимальна для изготовления двойного пищика? Ну, во-первых... Это секрет. Сейчас будем выдавать секреты мастерской. Но двойные пищики, которые делаем мы, мы не делаем из орунда-донокса. Из орунда-донокса мы делаем только трости. Эти трубки делаются из орунда-фрагми... Не орунда какого? Из фрагмитоса. Это тростник другой. Тростник южный. Это другой вид тростника. Вот у меня в руках двойной пищик. Можно мне штангель-циркулить? Я, честно скажу, никогда не мерил. Вот пищик, который у меня в руках в тональности до... У него толщина стенки 1,2 мм. То есть 1,2 мм. Вот. И это очень достаточно крепкий тростник. Вот, вероятно, все, что я могу ответить на этот вопрос. А вот, допустим, если мы возьмем овлос, который сделан как раз из орунда-донокса, и можем смерить его толщину стенки. Это 1,4 мм. 1,4 мм. Вот такой конкретный ответ на конкретный вопрос. Спасибо. Следующий вопрос прислал Евгений Аносов. Покупатель наших инструментов. Я знаю, что он интересуется и играет. Ева вопрос. Планирует ли мастерская изготавливать струны инструмента, к примеру, гусли? Что сподвигло к созданию собственной мастерской? Сподвигло все очень просто. ты играешь музыку, и иногда ты знаешь о существовании каких-то инструментов, и ты для собственной музыки начинаешь их делать. Вот это, наверное, и сподвигло. Делаешь инструмент для того, чтобы на них играть. А потом ты начинаешь их делать больше, потом ты начинаешь их делать для друзей, а потом для друзей друзей, и тут уже речь, конечно, заходит о том, что нужно какое-то пространство, которое впоследствии назовется мастерской, и будет. И так стихийно возникла и мастерская. Все? Еще был вопрос? Да. Был еще вопрос менее животрепещущий. Планируют ли мастерская делать струнный, к примеру, гусли? Гусли? Вряд ли. Гусли инструмент северной русской традиции. У нас на югах я только встречал в этнографической среде только цимбалы. Этот инструмент мне интересен, но вряд ли я буду заниматься его изготовлением. А гусли мне как исполнитель, мне как музыканту, ну, я пока не питаю к ним такого интереса, признаться, поэтому делать я их в ближайшее время не собираюсь, но струнные меня окружают, я на них очень много играю в разных тоже группах и сам. Не исключено, что может быть, а еще и в союзе с, допустим, с другими мастерами, я буду их делать, меня интересуют, допустим, как ирландские бузуки, адыгский шичепшин, апопшин адыгский, струнощепковые, чикотен испанский, много струнных инструментов меня интересуют, но духовых занятий и разработок у меня настолько много, что струнным пока в этом списке места нет, поэтому в ближайшее время вряд ли я буду заниматься струнами, но нельзя исключать того, что я когда-нибудь что-то, да, буду делать. Следующий вопрос прислал Кэт Пауэр. Какие чувства вызывают в вас мелодии каждого инструмента? Или чувства зависят скорее не от самого инструмента, а от мелодии? И когда вы играете на своем любимом инструменте, что вы видите и чувствуете? Лично мне эти инструменты напоминают порталы в другой мир, а у вас они с чем олицетворяются? В какие миры вы попадаете, играя на них? Мне интересно, может, это огромный лес с деревьями до небес? Или же ощущение тихого моря в руках? Во-первых, музыка, возможно, я скажу, что-то такое странно, но музыка не особо вызывает у меня визуальные образы. То есть, так как музыкой я занимаюсь всю жизнь, то она, как бы, ей пропитаны все сферы моей жизни и, возможно, мелодии вызывают во мне весь спектр там начинает от визуального до заканчивая там любыми ощущениями. То есть, музыка неотделима в моей жизни от нее. И поэтому даже сказать, что она что-то вызывает, да, как-то, по-любому, конечно, ты начинаешь себя по-другому чувствовать, когда ты слышишь, а еще тем более играешь музыку. вот, но описывать это в каких-то подробностях, ну, мне достаточно вот непросто. Мне кажется, это невозможно описать. Это можно только почувствовать, став музыкантов и поиграв, как здесь написано на любимом инструменте. Я не мастер подобных описаний. Вот, я мастер других вещей. Но эти чувства безусловно глубокие, я полагаю. Да. Едем дальше. Вопрос от Алексея Палагина. Папа! Известный мастер. Скажи-ка, мастер, начинает он. Ведь не даром. Ведь не даром. Вот лично я, чем дальше делал духовые, тем меньше понимал, как они работают. Количество статей, видео, книг и прочих полезностей давно перевалило за тысячу, а опыт за десяток лет. Но иногда я просто не мог понять, почему новая дудка не строит вечером в пятницу и прекрасно настраивается в понедельник утром. Достиг ли ты просветления в этом вопросе? Сейчас я достигну просветления. Ну так же и есть. то есть, ну вопрос, почему так происходит? Или что? Я прозевал? Или как? В чем вопрос-то? Побудьте представителем Алексея Палагина. Да, скорее всего вопрос вот в чем. Чем больше я делал духовые, тем меньше понимал, как они работают. Где вопрос? Достиг ли ты просветления в этом вопросе, когда новая дудка не строит вечером в пятницу и прекрасно строит в понедельник утром? Без объяснения причин. Как правило, наблюдается процесс обратный. Дудка обычно сначала строит, а не строит сегодня утром и не строит завтра. Мы же знаем, что вот эта вот система, которая заключена в одном духовомузыкальном инструменте, несмотря на свою на первый взгляд примитивность, она очень сложна. Это взаимосистема как-то взаимовоздействующая. То есть как и трость воздействует на воздушный столб, так и воздушный столб формирует колебания трости. Она очень-очень сложная и моментов и факторов, которые могут повлиять на них, пусть даже минимально, но настрой это сказывается очень сильно, этих факторов их много-много-много и они еще как-то между собой взаимодействуют. Поэтому достиг ли я просветления в этом вопросе, скажем так, я достиг понимания. Конечно, случаются редкие случаи необъяснимых вещей в этом. Вот гром загремел, видимо, очень о важных вещах говорим. Вот. Случаются, но надо сказать, что с каждым годом, конечно, необъяснимости в этом у меня все меньше и меньше становится. Вот, допустим, буквально вчера я открыл для себя эффект двойных окарин, звучание звонкого спистящего обертона такого, который возникает непонятно откуда. Я примерно... Я еще не понял до конца откуда он возникает. Это очень такой плохой эффект для двойной окарины. Он практически убийственный. Но я понял, как с ним можно бороться как минимум и примерно понял, понимая, откуда он возникает. И таких пониманий их, естественно, в процессе работы накапливаешь. А вот обрести такое просветление, когда тебе разум станет понятно все. Да, я, наверное, достаточный мистик, чтобы верить в возможность такого просветления. Но я на него не надеюсь. Я просто приближаю его к каким-то скрупулезным постижениям того, что я делаю. Я думаю, слово просветление здесь можно природить к слову смирение. Смирился ли ты с мистикой в тростемейкинге за 20 лет? Спасибо, Алексей. Я с мистикой осмирился, но я верю, что это постижимая мистика. Поверь, будет давно, мы помним. Переходим дальше. Константин Норс. Каким образом родились южно-русские наигрыши? На каких принципах, канонах, устоях вообще построена южно-русская музыка? В чем ее коренное отличие от северной традиции? И в чем отличие парных южно-русских пищиков от двойных дудок других регионов? Хороший список вопросов. Но прежде, я опять же повторюсь, скажу, что наш двойной пищик это не прямо южно-русский пищик, это его современное прочтение, это тот двойной пищик, который мы делаем прежде всего для себя и устройство которого нравится нам. Это не продолжение традиции, это по мотивам. Это раз. Два, в списке этих вопросов чувствуется, что автор в принципе уже знает на них ответ. И видимо решил проверить наши знания. Но на эту провокацию я, пожалуй, не поведусь, а предложу автору в комментариях написать самому ответы на эти вопросы, ответы на полноценных ответов, на которые я скажу, что я в принципе не знаю и не то чтобы знать не хочу, но это немножко не моя сфера, откуда появились там, как там, можно по очереди, по порядку перечислить, да, мы сейчас заслушаем вопросы по одиночке. Каким образом родились южно-русские наигры? Я этого не знаю. Меня это, ну, как бы, меня это, конечно, интересует постольку, поскольку, вот, но мне больше возникновение как бы фолковой музыки очень глубоко сложно не, но я думаю, возможно, у автора есть какой-то ответ, что вот это произошло, там, не знаю, там, из, там, из каких-нибудь определенных, там, обрядовых песен, или из, там, как любит отвечать один фольклорист, это все произошло от, как он там называется, от знаменного распева. Нет, у меня таких ответов нет, то есть, у меня есть общий какой-то ответ на тему возникновения вообще инструментальных традиций, вот, но, боюсь, он слишком длинный, это предмет для отдельной лекции, вот. Дальше. Хорошо, просто у автора имя Норс, Север, наверное, он очень хорошо плавает северной музыки, хотел узнать, что у нас творится на юге, на юге жарко у нас. Вопрос, вопрос читай. Следующий его вопрос. Ну да, ты перечитай, да. В чем коренное отличие от северной традиции? Понятия не имею, с северной традицией не знаком. Принимается. В чем отличие парных южно-русских пищиков от двойных дудок других регионов? Ну, допустим, есть строй или идеал? Да, есть строй, есть вопрос строя. Ну вот, мы, допустим, не так давно занимались совместно с осетинами реконструкцией осетинского стиля близкого родственника пищиков. И там на левом голосе, на левом голосе там было всего, по описанию у большинства инструментов было одно отверстие, а не три, допустим, как принято у пищиков. Вот. То есть, это могут быть и отличия в строе и даже в материале, где-то используется не тростник, где-то используются шипов, ветки шиповника, вот, но не знаю, других регионов это тоже такой вопрос для целой лекции. На эту тему можно, конечно, написать целую диссертацию, но сейчас я могу сказать только, что эти отличия есть, так же, как и есть очень-очень много всего общего. Хорошо, едем дальше. Влад Зулинский спрашивает... Нет, а это все вопросы этого автора? Да, думаю, что мы поняли, что отличия есть, но общее одно, это музыкальный инструмент. Влад Зулинский, следующий наш участник, спрашивает, хотелось бы узнать, будете ли вы изготавливать такой инструмент, как пимак? пимак, индейская флейта любви, североамериканская. С этими инструментами я периодически сталкиваюсь, но я не скажу, что у меня возникает много интереса к этому инструменту, как у музыканта. Так же, как я не очень много знаю о североамериканских индейцев, так же не сильно я тяготею к их музыке на данный момент. Мне это интересно постольку-поскольку, но наверное не так, допустим, как в музыке Кавказа или Кубани. Поэтому в ближайшие годы вряд ли я возьму за изготовление пимака. Хорошо. Опять же предлагаем попробовать какой-нибудь другой духовой, который можно у нас предовести. Blow whistle! Есть пожарный гидрант для пожара в душе и можно тушить чем угодно. ловис прекрасный европейский пимак на две октавы диапазона. Согласна. Дальше едем дальше. Дальше список. Список Никита Кузькин. Зачитай все, потом получше. Никита Кузькин спрашивает. Первое. У меня ваш Авлос-3. Авлос-3, простите, вот он, красавец. Отличный инструмент. Вопрос такой. Через некоторое время после игры трубки перестают строить между собой. Как избежать этого явления или минимизировать его? Трубки расстраиваются, можно сказать, друг от друга. Как избежать? Избежать этого, видимо, никак, потому что этот тростник, это материал природный, материал живой, и он в процессе игры, в процессе согревания, в процессе увлажнения, он меняет свои свойства, и, соответственно, меняется и строй. И когда, допустим, ты играешь на одинарном пищике, то есть, или на одном монавласе на одинарном, то проблемы возникают, но незначительные. Вот. А когда, конечно, речь идет о двух, о полноценном авласе с двумя трубками, тогда, конечно, проблема строя, она очень остра. Вот. Избежать расстройства, наверное, никак. Вот. Потому что все-таки это живой инструмент. Просто его надо учитывать. Во-первых, прежде чем играть, вот прям что-то, инструмент, надо согревать. Вот. Берем инструмент и вот начинаем просто его в него дуть. Там, допустим, возьмем одну и ту же ноту, один и тот же звук на обеих трубках. Вот. И начинаем его прогрев, что называется, прогрев, да. Это можно, не знаю, сравнить с прогревом автомобиля перед ездой. То есть инструмент должен войти в свое рабочее состояние, в тот, чтобы в нем была, как бы, уже влажность, где температура внутри соответствующая. И начинаем дуть. можно в это время играть, можно не играть. Допустим, если у вас есть слушатели, в это время можно просто сказать, извините, я тут сейчас прогрею, и мелодии не играть, а просто подуть один звук, чтобы слушатели не воспринимали это как музыку, потому что, скорее всего, инструмент будет подрастроен, пока он холодный, вне игры. Вот. А потом, после какого-то там, не знаю, одной-двух минут такого прогрева, уже можно начинать достройку, допустим, если у нас какая-то трубка выше, какая-то ниже, это можно определить подставлением пальцев на нижние отверстия. Сейчас этот авлос друг с другом состроен хорошо. То есть, если я правильно понимаю, как я скажу, сначала есть смысл прогреть инструмент и настроить. А потом уже настраивать. Потому что, по сути, если настроить быстренько непрогретый инструмент, то в процессе разыгрывания он как раз разъедется. Если прогреть и настроить, то этого не произойдет. Сначала надо прогреть, вводим его в рабочее состояние, а потом начинаем достраивать. О том, как достраивать тростевой инструмент, у нас есть отдельные ролики. И тогда уже на достроенном инструменте можно спокойно играть. А пока инструмент холодный, и если он строит как раз, то это еще не факт, что он будет строить, когда разогреется. Вот, наверное, такой мой ответ. Все понятно, отличный вопрос. На самом деле, для всех пользователей тростевых инструментов, да и не только тростевых, я думаю, всех двойных голосов, которые должны друг с другом соединяться, все должны быть разогреты. Это же святое правило. Я соблюдаю. Продолжим. Вопрос снова от Никиты по списку. И, конечно, нужен ли какой-то особый уход за этим обвозом? Особый уход? Особого ухода, наверное, нет. Такой же уход, такой же, как и ко всем духовым, и, может, и вообще всем музыкальным инструментам. Не оставлять у нагревательных приборов, не оставлять на открытом солнце, то есть не оставлять на каком-то нагреве, не оставлять в том числе и в сильном холоде, в морозе. То есть это все плохо сказывается на материале. Флейты там могут ломаться, разлетаться. Если, допустим, инструмент сильно замерз, то его надо хоть немножко как-то в комнатной температуре ему побыть и согреться. Сразу на отмороженном инструменте играть не стоит. Очень вероятные плохие последствия вплоть до взрыва инструмента в руках. Специальный уход. Все духовые инструменты деревянные тростниковые любят льняное масло, если внутри это масло промазывать. Только ни в коем случае не трости. Трости могут от масла залитнуть. А трубки можно промазывать. Но изначально наши инструменты мы промасливаем. Тростниковые с некоторых пор промасливаем. И раз в полгода от этого им хуже не будет. будет только лучше. То есть промасливать льняное масло. А других никогда не кладите. И дальше просто не кладите на те места, куда можно сесть, наступить. Вот и все. Тебе речь и не бросать вородруин. Все рекомендации. Дальше снова Никита продолжает. Не было ли опыта создания различных смычковых инструментов? Таль-харпа, гудок, гудука, игил, не террористический, моринхур и другие. Есть ли желание попробовать? Желание попробовать, да, есть. Почти все перечисленные инструменты мне интересны, но, допустим, не настолько интересны, как адыгский щечепшин, на котором я играю. Вот, в той или иной степени. Вот, я его люблю, я на нем играю, чтобы изготавливать, я бы хотел изготовить свой щечепшин, но, как я уже говорил в других вопросах, мне пока не до этого. Есть масса дудок, которые очень хочется сделать, и, естественно, я в первую очередь мастер духовых, вот, но... Но мы дружим с мастерами щечепшинов из Абгеи, которые делают прекрасные. Мы дружим, да, но я бы хотел, чтобы в моей жизни, да, появилось какое-то вообще пространство, место, время, в котором я бы мог делать, в том числе, и перечисленные музыкальные инструменты, все они мне очень нравятся. для этого мы осваиваем способы китайского долголетия и кавказского, прежде всего, конечно, потому что все озвученные вопросы требуют огромного жизненного пути, не только вложения энергии и времени. Продолжим. Флуеры не делали, было бы интересно приобрести. Флуер это близкий родственник для всех остальных. Близкий родственник украинской сопилки, довольно, вот, это интересный, в принципе, мне инструмент, но, да, нет, не делал, не делал, вот, и, насколько я знаю, то есть, добыть сегодня Флуер там у Молдаван через те же интернеты достаточно несложно. Автор пишет, что нигде не нашел, я думаю, что можно поинтересоваться поглубже, потому что Флуер действительно возможно приобрести, допустим, поехать в Молдавию. В общем, Флуер не делал, вот, но не скажу, что я бы вот занялся бы сейчас немножко не до того, хотя, теоретически, наверное, зная строй, его, я примерно, я держал несколько Флуеров в руках, знаю их нюансы, наверное, мог бы сделать, мог бы, но сейчас бы не взялся, сейчас бы не взялся, меня сейчас хватает, за что? Мастер обуянт растями, на самом деле, двойной пищи, который сегодня герой нашей передачи, захватил умы наши полностью, никакого спасу нет. Никита Кузькин прислал заключительный вопрос, мы зачитали его, поблагодарим всех, последний. Друзья, всем спасибо, сейчас мы, да, под конец, под конец я должен поиграть на двойном пищике, это просто такой ритуал. Могу поиграть? На этом ответы на вопросы закончены, теперь надо выбрать, выбрать победителя. я поступлю просто, сейчас просто два вопроса мне запомнились, мне запомнились два вопроса. Это вопрос Юрия Габрова про Арунда Донакс, он очень сильно попал в меня, как вот в данный момент, потому что я сейчас очень обуян идеями выращивания Арунда Донакса, и вообще, то есть для меня Арунда Донакс сейчас этот тростник очень много занимает места в моей жизни, вот, и вот, поэтому этот вопрос как-то очень глубоко в меня попал. Второй вопрос, очень хороший вопрос от Алексея Палагина был, но, конечно, мы не будем лукавить, и знаем, что Алексей, он мастер, и, конечно, он имел очень большие шансы по сравнению с другими, как бы, задать вопрос тот, который вот прям глубоко мастеру попадет. То есть вопрос про осветление стоит остро. Вот, и сейчас еще один вопрос. Трости, а что там? А трости, Да, вопрос про карпатскую дуду, да, тоже был весьма недурен. Недурен еще и с пояснениями. Давайте так, у меня есть предложение, конечно, три пищика для всех троих кандидатов мы сейчас не найдем, у нас не осилим, надо все-таки подарить какой-то один двойной пищик, даже не какой-то вполне конкретный, вот в этом футляре, вот, и у нас есть три кандидата, это вопрос про, от Юрия Габрова, про Орунда Донакс, вопрос Алексея Палагина, про невозможность достижения, окончания пути, познания, вот, и третий вопрос про трости, и про карпатскую дуду, комментарии, да, были хорошие, вот, мы сделаем, мы сделаем, мы сейчас, наверное, проведем какой-то, прямо вот на ваших глазах, сделаем какой-то жребий, жребий, один из трех, вот, можно взять два коротеньких, один длинный, ну, тростник он, давай, да, попробуй, у нас тут куча, куча одинакового, калиброванного тростника, вот, у вас такой же порядок в мастерской, калиброванный тростник, так, сейчас я подумаю, да, у нас есть два длинных, один коротенький, я совсем, у них абсолютно одинаковые вершки, подожди, а как, как мы будем, я не понимаю, я просто видела это в детских фильмах, все длинные, один короткий, или там, все короткие, подожди, нет, у нас просто, у каждой тростниковины тогда должно быть свое какое-то имя, да, пусть они будут с одинаковыми вершками, вот, я даже буду, вот, будут, значит, у нас три тростниковины, вот, три тростниковины, очень длинная, средняя и короткая, вот, давай по порядку, то есть, у них примерно одинаковые вершки, вот, они одинаковые, я буду их выбирать на ощупь, я буду подавать, да, все, я не смотрю на эти вершки, сейчас, мы назначаем, значит, самая длинная, это вопрос Юрия Габрова, средняя, это вопрос Алексея Палагина, и короткая, это вопрос про трость, и Карпатскую Волынку, он кто? Ну, мы поняли, мы не помним имя, мы помним только вопрос, я счастлива, вот, теперь Ганна, Ганна перемешивает тростниковины, перемешивает тростниковины, да, я отворачиваюсь, я отворачиваюсь, где, где, дайте мне, вот, и одну из трех, вот, сложи их, чтобы они вот прям пучком, таким были, пучком электронов, и вот прям покрути их, покрути их, колдуй баба, колдуй дед, которые сбоку ваших нет, колдуй баба, колдуй дед, простятся мне, да, ахалай-махалай, вот, наугад, я вытягиваю, допустим, вот эту, это кто? Самая длинная, Юрий Габров, со своим вопросом про Рунда Донакс, тебе, тебе отправляется этот двойной пищик, вместе с этим футляром, присылай свой адрес, и этот инструмент твой, сейчас я на нем поиграю. все на этом... Юрий, мы поздравляем вас! На этом всем спасибо, кто нас слушал, особенно тем, кто задавал вопросы, делайте это, вот, и вы обретете инструмент... снимать еще видео, потому что все ваши вопросы обогащают нас, обогащают вас, мы больше будем понимать, в наших инструментах вы будете понимать, мы будем понимать больше ваши вопросы, идти навстречу друг к другу, и постигать просветление, и прочие приятные вещи. Да, на этой неделе у нас состоится фестиваль Дудки Юга. Это же секретно. Ну, скажем так, у него будет открытый концерт, вот, а в четверг всех новороссийцев и жителей окрестностей мы зовем на лекцию в лектории 15 на 4, где мы будем читать лекцию про про волынки, про многообразие волынок в мире. Это в четверг 23-го Марта. Марта, подробности смотрите на стенах нашей группы. На стенах нашего двора. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова